Приветствую вас на канале Леди Молодость. Это второй день по бесплатному марафону для омоложения лица. С вами Инна Никитовская, я косметолог, основательница онлайн-школы Леди Молодость. И сегодня мы говорим про носогубные складки. Что делать, если ткани повисли, появились носогубные складки? Мы думаем, что причина в мышцах. И да, тут играет роль напряжение и укорочение мышц. Оно формирует носогубный валик и выступает одной из причин купероза на крыльях носа. И вот вы растираете ткани, разглаживаете, разминаете за все силы, но желаемого результата. Все нет, а у кого-то даже только хуже становится. У кого так было, пишите, да, в комментариях. Чтобы проработать проблему носогубных складок, нужно освободить крепление мышц в этой зоне через полость рта. То есть это интероральные техники. Они представлены в курсе ластик и утюжок на третьем этапе, который называется интероральный массаж. В курсе ластик и утюжок три этапа. Первый этап – это полировка, это растирочные массажи, которые мы с вами прошли на бесплатном марафоне предыдущем. Смотрите видео на канале YouTube. Второй этап – это палец игла. Сегодня мы вторым этапом занимаемся. И третий этап – интероральный массаж. Дальше как раз о том, что я сказала, можно освободить интерорально через полость рта эти крепления. Дальше, что еще у нас из причин. С возрастом и под влиянием тяг из тела. Наша верхняя челюсть и скуловая кость меняют свое положение. Верхняя челюсть может западать, задвигаться назад. И тогда ткани у нас теряют основу и тоже идет обвисание ткани вниз. Поэтому необходимо работать и с костной опорой в центральной части лица. То есть делать раскрытие верхней челюсти, раскрытие скуловых костей. Также работать с правильным положением языка и правильным глотанием. Но сейчас мы, конечно, все эти темы не раскроем. Сегодня я вас познакомлю со вторым этапом трехступенчатой системы омоложения. Это этап, который называется палец и гладус. Все техники будут у нас работать как массаж ногтевой, массаж ногтями. Сначала мы сделаем практику освобождения периферии. То есть нам нужно сделать подтяжку в области периферии лица. А затем кожу мы можем освобождать центр. И мы делаем такую практику. То есть сначала мы будем работать с ушной зоной и зоной апоневроза. То есть височный апоневроз. Значит, как мы делаем? Мы сначала рукой делаем такую легкую подтяжку ткани вверх. И это подтяжка ткани по естественному ходу кожи. То есть взяли ушко и подтянули. Пальчик один ставим за ушком указательный. Остальные на ухе. И вот так раз. И подняли. Мягко, комфортно. Дальше мы что делаем? Ногтями мы ставим над ухом и начинаем поднимать ткани. С ногтями на глубину. Мягко, не рвем ткани. Раз. Всю эту конструкцию подняли. И стоим так на 30 счетов. Досчитали до 30. И следующую зону взяли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Голову слегка на бок. Дальше. Еще раз. Подняли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. На 10. Тридцать счетов. Следующую зону взяли. Подняли. И стоим. То есть дошли до максимума. Да. Вот. Где вы уже можете. Почти. Почти макушечком. Дальше. Что надо делать? Это я вам показала только технику. Но при этом еще нужно сами ушные мышцы активировать. То есть пульсировать. Раз. Назад. Ушки назад. Уши шевеления. Это важная техника. Ей надо учиться. У нас ушные мышцы у многих не активны. У вас это может не получиться. Но если вы будете тренировать ушки назад. Назад. Так ушки. Раз. 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 То ушко будет шевелиться. И если вы здесь будете применять еще технику на ушки. Раз. Подняли. Раз. Подняли. Раз. Подняли вместе с ушком. И ушко назад. И вверх. Назад. И вверх. Раз. И пульсируем. Раз. Раз. Дальше. Раз. 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 Это одна из техни. Дальше можно еще берем пальчик в ушко ставим. Во-первых нужно палец игла пропилить все ушко. То есть ушко проходим ноготками. Ноготками все хрящики должны быть мягкие и сдвигаемые с места. И дальше соответственно берем пальчик в ушко. И начинаем делать теперь то же самое. Только в сторону затылка. Раз. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дальше еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть ноготками, да, ноготками сдвигаем кожу, идем и ушко тоже мы сдвигаем. При таком движении наши пальчики работают в тандеме. И после этого слушаем ваши ощущения. напишите сейчас, поделитесь то есть это начинает полностью кровообращение теперь сюда идет вся зона начинает напитываться полезными веществами она начинает жить, оживать здесь идут активные процессы кроме того, естественно, нужно пройти всю эту зону обязательно промассировать чтобы она была тканей легко сдвигаемой с места и подвижной и то же самое повторяем на другую сторону потому что сейчас смотрите, у меня видимо одно ухо теперь и эта сторона у меня поднята вверх а эта тяжелая и опущенная вниз вместе с наружным углом глазом этот глаз такой маленький, уставший потому что рабочий день был а эта сторона вся такая поднятая, лифтингом подтяжку лица сделала поэтому нужно обязательно выровнять дальше, что мы делаем после того, как вы раскроете периферию, проработаете ее дальше можно сделать технику уже наносо-губинные складки которые палят с игла не получится захватить не у всех если здесь будет скольжение потому что здесь не все захватываются нужно захватить указательность вверху, большой, снизу захватить складочку слегка пальчики друг к дружке сводим слегка свели к себе и дальше от себя ткани вот так мягко-мягко-мягко отвели но если будет скользить, то все это можно сделать через, например, салфеточку или бумажное полотенце поэтому берем ткани, ноготками свели к себе раз и от себя потянули и стоим так раз, два, три можно так стоять можно 30 секунд, 40 секунд но слушайте свои ощущения то есть ощущения не должны так как мы захватываем ноготками не надо, чтобы ткани мы рвали ни в коем случае не надо, чтобы было болезненно то есть, например, если чувствуете дискомфорт то есть сначала можете взять это просто пальчиками просто пальчиками взяли складочку от себя оттянули постояли так 30-40 секунд можно больше а дальше вы уже просто берете и делаете вот здесь можно уже с ноготками палец игла применить раз, раз если все это болезненно то это говорит о том, что как раз есть проблема потому что не должно быть болезненных тканей все это экологично дальше я иду все нос и губные складки уже вот таким массажиком я иду раз, два, три раз, два, три я иду ноготками раз, два, три раз, два, три раз, два, три раз, два, три то есть, конечно, здесь должно быть потом покраснение мы же ноготками это прошли У нас здесь началось кровообращение, активно идти. Дальше не забываем проработать обязательно крылья носа, ноготками. То есть если есть болезненность, то это тоже говорит, что ткани могут быть непроработанные. Везде, где болезненно, чаще всего есть фиброзные ткани. Должны быть хрящики носа тоже мягкие, и здесь должно быть все мягонько. Проработать надо носик, и даже вот так мы прорабатываем дальше. Верхняя челюсть, здесь носовые косточки соединятся, не шло, дальше вот так проходим, все это тоже прорабатываем. То есть носик тоже должен быть одной структурой вместе с тканями лица. Если жесткие куперозные здесь крылья носа, никогда вы их не трогали, конечно, это все надо прорабатывать. Это все тоже влияет на образование носогубных складок. Вот такую практику рекомендую вам делать. Дальше обязательно закончили щечку под дуле. И делаем вот такую растирку. Это уже первый этап системы ластиковых тяжелых. То есть снизу вверх по носогубной складке. Здесь мы поддули. Дальше чуть-чуть, чуть-чуть мягко по ходу кожи отвели в сторону ушей ткани. Вот так, да, как раз, отвели мягко, чуть-чуть. И заканчиваем растиркой. Ручки должны быть обязательно чистые. Еще раз в другой очках. Поддули, отвели. И закончили растиркой. Посмотрите на себя в зеркало. Поделитесь, напишите, как вы выглядите. И поделитесь, что вы чувствуете. Как ваши ощущения? Пишите это в комментарии, чтобы я проконсультировала вас, правильно ли вы все сделали. Вот такой прекрасный результат можно получить всего за 10 минут в день. Но нужна система, и тогда все будет просто. Приглашаю вас записаться в трехступенчатую систему омоложения, ластик и тяжелых. Первый шаг – это полировка. То есть в предыдущий смотрим прямой эфир. Растирочный массажный прием. Второй шаг – это метод глубинных массажных воздействий от фиброзов, социального залипания, палец, игла. И третий шаг – это интероральный массаж. И лифтинг, самомассаж. Сейчас я вам показывала. Лифтинг-массажный прием. Итак, получи все три этапа омоложающих массажей, ластик и тяжелых. Просто приходи в описание и жми на ссылку, записывайся. Там же есть секретная ссылка на подарок. Подпишись на бесплатный марафон и получи массаж в подарок. И до встречи. Продолжение следует. Спасибо.